Добрый день, Далее. Спасибо за приглашение. Честно, с этой презентацией вот в такой аудитории выступаю в первый раз, поэтому крайне заинтересован в вашей обратной связи, местами может быть даже критичной, потому что мы во всем этом живем, у нас уже глаза замылились, и вот если в конце меня еще покритикуйте, будем прям очень сильно рады, довольны. Как уже было правильно сказано, мы начали наш такой активный путь централизации кодика три назад, мы поставили агрономическую систему, и потом пошли всевозможные проекты, и вот на достижение этого года мы для себя поставили, что мы свели все это в единый такой большой-большой проект. Что мы сделали? По большому счету, в какой-то момент мы стали понимать, что все операции технологические по выращиванию культур так или иначе, нами затронута в части автоматизации. И поэтому в этом году, по большому счету, собрали все в единое, и вот знаете, не очень люблю пафосные слова, я не буду говорить, что мы вырастили там первые 500 тонн пшеницы без человека. Не, не так. Вырастили 500 тонн пшеницы на одном тестовом поле с минимизацией участия человека в операционных вопросах. Мы постарались убрать ошибки человеческие. Мы дали инструмент агроному, дали инструмент механизатору, дали инструмент всем, кому только можно, чтобы люди разгрузились от операционных действий и сделали что-то больше автоматическое, уделяя внимание более важным вещам. По большому счету, мы выделили 8 вопросов, которые там и есть в выращивании пшеницы. Это планирование СВП, подготовка почвы, посев, мониторинг, всевозможная обработка посевов, уборка, транспортировка и учет. Ну, как бы, в крупную ветку для нас это так. Если, уверен, у каждого из вас будет мнение, что я что-то тут забыл или сделал, что-то лишнее, ну, как бы, мы сейчас говорим с вами в крупную ветку. Тогда, как раз эти два года назад, у нас был пилотный проект. Что бы сделать? Мы купили платформу для построения математических моделей. Я думаю, неважно у меня название, могу сказать, не рекламирую никакой из участников, просто такая платформа есть. В частности, она называется платформа от компании SAS, VIA называется. По сути дела, это такой ориентированный язык на создание мат-моделей. Дальше мы создали математическую модель структуры посевных площадей. Здесь у нас есть друзья-партнеры компании Agronaut из центрального региона. Они в этой истории на годик больше нас. Мы с ними общаемся на эту тему. Ну, в общем, есть модель. На сегодняшний день это модель предъявленного анализа, которая включает в себя штук 90 условий. Там, стартовали мы с 50. Сейчас это порядка 90-100 условий, которые она выполняет. Здесь учитывается классическая система чередования культуры. Здесь учитывается централизация укрупненности в оборотах. Здесь учитываются всевозможные вещи, которые влияют на транспортировку, на обработку, на минимизацию перегона техники, на уборочные. В общем, все, что только можно, как бы то ни было, описать математическим языком, все сюда зашили. В прошлом году мы первый раз сделали структуру гостяных площадей на всю компанию. Все наши 3800 полей были загружены. В ней была загружена вся информация в части 5-летнего севооборота и прочее, прочее, прочее. Система выдала нам результат. Финансовое отличие нашей модели от той, которую сделали агрономы ручную, был 1 миллиард рублей. То есть наша система сказала, ребята, все переделываем, делаем вот так, получаем все фамилиарты. На что агрономы сказали, подожди, не торопись. И 750 миллионов мы, честно, вычекнули. То есть, там, без разряда, а вот здесь вы еще вот такое условие не учили, вот здесь вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. Мы проверили каждое поле. Честно, работа была колоссальная. Но вот под 250 миллионами агрономы, экономисты и мы все подписались кровью. И по результатам этого года, ввиду того, что система, по большей степени, основная часть была нацелена на то, что она нам не быстро пересобрала нишевые культуры. И как показал рынок этого года, мы заработали даже чуть больше, чем 250. Так, не буду, не скажу точное число. Но благодаря тому, что рынок немножко изменился, мы заработали даже больше. То есть, я готов, честно, сказать, что потратив 20 миллионов, мы за год получили десятикратный возврат. Но самое главное, мы, конечно же, больше за отсутствие ошибок. Ну, вы представляете себе, да, там, ну, мы крупные. Я понимаю, что там, когда у вас, ну, не знаю, 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, это еще как-то можно держать в голове. Но когда у нас 500 тысяч, из них 380 под пшеницей, то отконтролировать работу, там, 50 агрономов, даже на банальное очередование культу, ну, это крайне сложно. Соответственно, где-то поменялся агроном, где-то еще что-то произошло, не дай бог это произошло в середине сезона или еще как-то. Это инструмент для вот наших штаб-квартирных агрономов, которые просто имеют и возможность перепроверить, и возможно сделать. Вот сейчас мы уже активно делаем, уже сделали даже структуру следующего года. Она ее делает на 7 лет. Там у нас 7-летний, там, по-моему, был гарнизон, да. В общем, мы для себя после проверки всех там, кого можно, начало. Класс Аксион, к этому мы договорились с 9-летним из класса, они нам просто пригнали их трактор, где-то там стоит родной, вот именно заводской базовый автопилот. И тут мне сейчас понравилось, ну, как бы, там сейчас будет видно на уроке, у нас поле трапицеридной формы, то есть, и вот то, как он обрабатывал каждый раз, там, чуть позднее закладывая разворот, потому что, ну, как минимум красиво, вот, как минимум, вот, настолько четко, что, ну, нам это все понравилось. Идем дальше. Те же самые герои, процесс посерная, но здесь мы пошли снова, придумали еще одну, еще один тест, мы запустили класс и тримбл рядом. Вот, как бы, просто взяли, ну, в разряда, все мы понимаем, какое-то новое хозяйство, там может быть все, что угодно, может быть и такое, и такое, и вместе на пару они тоже прекрасно работают. То есть, текущая, знаете, вот этот самый наш мультик простохвашина, то есть, техника настолько дошла, что миксовать можно по-разному. Я вот, как бы, во всей презентации хочу призвать к следующему, что мы никого отдельного не рекламируем, мы говорим о том, что на сегодняшний день все операции можно автоматизировать, можно автоматизировать готовыми рыночными решениями, а уж такое вы выберете прямо вот прямо на ваш вкус и свет. Хотите зелененькие, хотите красненькие, там, все что угодно. Идем дальше. Вот этот слайд, это ответ на вопрос зачем. Вот мне тоже, а сколько, как бы, посчитаете модернизацию, автопилота? Ну, как ее посчитать, если, по сути дела, автопилот, это борьба с косяками, да? Но вы же не можете заранее знать, насколько накосячил механизатор. Вот два года назад у меня было вот такое поле. То есть, это выгрузка из истории поля, в нее заслужен трекинг с виолона, и, грубо говоря, зелененькая это ширина орудия, красненькая это пропуски. Ну, вот как я предположу, сколько у меня в следующий раз огромный накосячил? Слева там специально стоит, ширина, вот слева недоработки, 12 метров, длина этого поля 1,9 километров. Вот 10 метров на 2 километра. И вот таких пробелов, ну, вот видите, да? То есть, вот, для чего нужно автопилот, он убирает вот эти вещи. То есть, ну, с той или иной точностью, да? Вы можете знать, что, по крайней мере, тем более сейчас зерная масса поднимется, кроносомкнулся, вы даже это потом, даже не поймете, что ваша урожайность пострадала не из-за дожбей веселья, потому что просто зерно, что-то не положено туда, и все. Поэтому монетизировать, ну, правильно сказать, и включить ошибку. Идем дальше. Мониторинг. Два года назад рассказывал, сейчас мы уже просто, мы уже там расширяемся, не знаю, до какой ширины. То есть, в нашем понимании, мониторинг поля, если не агроном, должен начаться не с агронома, а все-таки с квадрокоптера, который облетает, который смотрит, и по необходимости приходит агроном. Ну, то есть, слева, ну, то есть, я к тому, что сейчас то качество, которое дают самые, там, среднедешевые кооптеры, там, ну, не знаю, 200 тысяч рублей, я считаю, сейчас для кооптера это, ну, относительно недорого, но это машинка, которая позволяет снимать в 4К качестве, там, ну, просто, вот, не знаю, картинку, там, выдающихся уровня. Ну, опять же, не мне вам рассказывать, что если вон сошел снег и появилась промочка, да, то агроном, который проходит поле по диагонали еще как-то, может банально в нее не прийти. Ну, как бы, это вот все-таки некая стратегическая, некая случайность. Соответственно, осмотр сверху, вы видите проблемные места, и в это проблемное место, либо, опять же, подлетаете к оптеру и смотрите, либо уже приходит агроном. Единственное, что я, сейчас, какого быстро добавить, а, хотел такой случай рассказать, в этом году мы активно работали с агрономами, ездили по всем хозяйствам, у меня нашелся агроном, который сказал, да я, в принципе-то, хоть и относительно молодой, там, лет 35, знаешь, ленивый, а дайте мне коптер, у меня есть агроном, который сам летает, то есть у меня есть подразделение пилотов, которые снимают, и все это выгружают, и агрономы смотрят, да, мы там под заказ, но у меня есть прекрасный агроном, там, в возрасте 35 лет, который взял этот коптер, мы его за два дня научились, у меня есть одно хозяйство, которое фотками просто завалено, он там летает просто через день, со словами, что я приехал, я смотрел там вокруг себя, бог знает сколько, а все подробности в офисе, такое у меня тоже есть, и чтобы продолжить тему мониторинга, то есть, насколько автоматизирован мониторинг, может быть подробным, это, это проект этого года, наш главный агроном очередной раз взял меня, поехали в поля весной, приехали мы в поля, и мы с ним смотрели на то, как зашел подсолнечник на поле, где в прошлом году мы испытывали отчувствующую жадку, и он восхищался тем, насколько это вот прям, ну вот стерня лежит, все это так классно, ну реально визуально, это шикарно смотрелось, но мой испорченный мой айтишник сразу понял, что мы стоим на идеальном полигоне для компьютерного зрения, идеальный серый фон и яркое зеленое растение, на следующий день мы облетели, это, там поле 15 мы облетели, квадрокоптером, но тут это немножко затратно по времени, то есть вот, вот тестовое поле, 33 гектара, чтобы его облететь, с качеством фотографии, которые приемлемы для дальнейшей работы, это 80-метровая высота коптера, это 1700 фотографий, это примерно 45 минут работы коптера, 3 аккумулятора на одном поле, ну как бы, наверное это сейчас долго, но мы сейчас думаем взять помощнее коптеры, что происходит дальше, эти 1700 фотографии залетают в геомиксер, там мы их склеиваем, не, не геомиксер, это черная программка, мы их склеиваем до одного полотна, это вот оно, вот это вот, собственно, одно полотно из 1700 фотографий, это все автоматизировано, это все не сложно, это все на уровне пользователей мышки, то есть никаких супер знаний ИД здесь не требуется, это не программист, это там хороший пользователь, не более того. И дальше, вот уже, мы сделали маленькую нейросеточку, даже это еще не не розеточка, это машинное зрение, которое просканировало нам это поле вот с таким качеством, то есть вот это, вот это поле увеличено на это максимум, и банально пересчитали все всходы в лицо, Косякову найдет. Соответственно, мы узнали, что на этом поле в 33 гектара 784 352 всхода, хотя при норме высева 28 тысяч и проценте всхожисти 95, и должно быть множко больше. За множко, сейчас думаю, кто ответит, но, наверное, все-таки это поле у нас было в Дом Касадасе, вот это яркий пример того, что это вот посев в дождь, ну там просто момента, когда бы поле было, готово, поле было созревшее посевом, ну просто там такого момента весной не было, там лило просто, вот у нас пара полей просто смыло, вот просто смыло, там я не знаю, что вообще будет с ними делать. Это вот яркий пример, ну промельчики вы видите, вот ровно по, явный идет просев. Соответственно, теперь вы можете определить, все-таки это просев, это похорда, может быть, сеялка неправильно настроена, теперь вы все это можете определить просто вот в глазах. Это сделать несложно. Среднестатистический студент четвертого, третьего курса любой специальности такую нейросетку сейчас поднимет. Точно знаю, тут недавно на выходных с ними общался, дведушники проводили большой форум, вот прям, они точно это могут сделать, для них это неделя работы. поэтому это несложно. Идем дальше. И обработка посевов. Опять же, можно было взять предыдущих ребят класс Джон Диви с автопилотами, прицепить к ним всевозможные либо обрыскиватель, либо разбрасыватель, да, просто специальную презентацию включил квадрокоптеры. Два года назад мы планировали, мы тестировали, за эти два года, что мы сделали, мы купили себе три квадрокоптера, специально их купили три. Ну, нам так посоветовали ребята, кто нам их продавал, но сейчас мы уже понимаем, что этого нам существенно мало. В общем, плюсы коптеров, наверное, не буду там сильно растороняться, но они на поверхности. Соответственно, классический опрыскиватель, это там, миллионов 18-20, да, а если еще с точным какими-нибудь там прибымасами, это уже за 20, коптер, один коптер, это в полном боевом состоянии с аккумуляторами, с двумя канистрами, там, совсем-совсем-совсем-совсем, это полтора миллионов. Соответственно, там, чтобы выйти на производительную мощность классического опрыскивателя, нужно 4 или 5. 5, это как раз-таки потолок для этой модели, когда пятью коптерами с одного пульта управляет один человек. У них эта технология зашита в пульт, и это все прям вот, прям просто и, ну, относительно просто и интересно. Разумеется, сразу ожидаю в меня там кучу помидоров на тему того, что им точно нельзя сделать все. Не о каких-то гербицидах, которые проливают там 3 сантиметра почвы, мы не говорим. Мы говорим с вами о всевозможных фунгицидах, мы говорим с вами о всевозможных десекациях, там, да, там, мы говорим с вами о том, где там, не знаю, листовая подкорка, где применим ультрамалообъемное внесение. Вот там, где мы применим, welcome to коптер. Единственный нюанс, просто чтобы сразу там, даже, вот вы как только купите, вот мы купили три коптера, такие радостные, 4 с половиной миллионов, и следующий вопрос, а как их на поле доставить? Пришлось купить еще Nitsubishi F200, к нему сделать прицеп, туда это все сложить, ну, в общем, есть некая вот такая, вот знаете, надо было пройти этот путь, чтобы понять, что есть еще сопроводительные вещи. Ну, зато, например, опять же, те хозяйства, которые взяли, где мы их начали использовать, там сразу, знаете, аппетит приходит во время еды. из состояния, блин, что вы тут ерундой маетесь? Мы пришли в состояние, так, знаете, что, смотрите, тут вокруг фермы, нужно аккуратненько пройти полосочку висикантом, чтобы нам не отпахивать, тут надо то, тут надо сё, тут надо миллион работы, у нас в итоге пилотный парень, который занимается пилотным проектом, у него времени вообще в этом году не было, он забит у меня полностью. Ну, и самое главное, вот я это обожаю, у меня есть любимая формулировка, когда какая-то технология становится гигиеническим фактором, когда без нее нельзя обойтись. Весенние дожди привели к тому, что у нас в Краснодаре есть 3000 гектаров подсолнечника, как видите, высотой до 3 метров 15 сантиметров. Это, вот, пожалуйста, это реальность этого года. Мы их еще не убрали, можно съездить, можно съездить, сделать такую же фотографию, но уже началась десекация, они уже страшные, серо-черные. Соответственно, как в июне сделать фундитерную обработку? Ну, не знаю, как у вас, но у нас клиренс обрызгивателя это, ну, потолок 2 метра. Соответственно, если он заходит на 3 метра, там от подсолнечника ничего не останется. Соответственно, как сделать десекацию? То же самое, да, от подсолнечника ничего не останется. Соответственно, здесь мы пошли в ОМАК, в какой момент, когда они пришли, как они пришли, как они со словами, а, самое главное, разумеется, еще какие квадрокоптеры? Что, авиацию отменили, что ли? Да, отменили. Эти поля стоят вплотную к населенному пункту Белое. Запрет на взлеты. Ну, и опять же, мне вам объяснять, что самолет, он все-таки, как бы, сброс в центр, вот это пятно, ну, это все равно не то качество. И, как бы, немножко не то. Мы наняли еще ребят, у меня в итоге работало, ну, как нам надо, 3000 гектар, вот этого подсолнечника, это прям хорошая кондитерка, обработать было за 6 дней, сейчас идет четвертый день, осталось 2. Мы наняли еще 4 бригады, просто собрали в Хакстанару всех, кто дает такую услугу, там, в Flyseacro есть компания, которую, кстати, если кому-то будет интересно, есть уже на рынке, как комбайны нанимаете, так можно даже нанять ребят с коптерами и какой-нибудь поле обработать. Просто для себя за какие-то минимальные деньги, чтобы вам поверить в эту технологию, а то вам надо или нет. Это уже есть как сервис. В общем, в итоге у меня работало 5 бригад, 2 по 3, 2 по 2, 3 наших и еще один, там, в общем, порядка 12-13 коптеров они работают. Возвращаясь, я там начинал финансовую составляющую, значит, в голове может лежать примерно так, Агрос Т-16, это, можно сказать, самые маленькие по производительности, 1 час 10 гектар. Соответственно, если классические обрыскивать, как я уже сказал, это там 40-50 гектар в час, ну, плюс-минус, то здесь вы берете 5 коптеров и они у вас работают одновременно. А вот здесь, правильно, да, 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 да. А вот это мы как раз-таки просто показали, как они работают. То есть, вот это, мы сняли GPS-трейфинг с коптера, то есть, вот здесь находилась база, то есть, человек, который менял аккумуляторы, менял банки, процесс примерно такой, коптер заряжается 15-ти литрами воды, вставляется аккумулятор, ему дается команда, заранее загружено в поле, ему дается команда, и он улетает. При этом уже сам пульт следит за тем, кто куда улетел и что делать. Но все равно, мы пришли к тому, что у меня все равно пилот следит, потому что была попытка один раз у двух коптеров встретиться на скорости, мы ее на руках вывели из сторону, там свои проблемки тоже бывают. И подмастелье, который у него помощник, то есть, коптер прилетел в зону посадки, он взял, он подошел, дернул канистру пустую, вставил новую, дернул аккумулятор, вставил новую, сказал ему можно, и все, и вот такой процесс он идет. То есть, они работают в воде 15 литров. Есть коптеры, в которых большая производительность, но Росавиация, в Т-16 можно официально зарегистрировать, чтобы у вас не было никаких проблем с законом. У него, ну, официальная взлетная масса почти 30, чуть-чуть больше, Росавиация, надо закрывать глаза. У всех остальных взлетная масса больше тридцатки, соответственно, вам нужно, чтобы им управлял человек, не с погонами пилота, там нужно согласование с военными, там же группами нужно, это просто жуль. Там, мы пока к этому не готовы, а работать, как бы в чернуху, как-то не хочется. Идем дальше. Уборка. Ну, собственно, здесь, пожалуйста, когнитив пилот. У нас два комбайна когнитив пилота. В этом году о чем остановились? Я не понял? Вот так, вот. Когнитив пилот по Пшенице и Dreambole 750. Была мысль, мы перевели переговоры, чтобы еще Росельмаш пригнал свой комбайн и Квас пригнал свой комбайн, ну, и у тех вот других по одному вот этому выставочному образцу, которые там сумасшедшие вводят, все, что делают, только же мимо не наливают, там, как бы вообще все умеют. Ну, не попали они к нам, может быть, в сентябре мы притащим их на семечку и, может быть, мы еще на семечку с конца августа их еще прогоним. Что можно сказать по когнитиву? слушай, ну, автопилот, автопилот едет, держит, у нас еще старая версия, сейчас у них есть двумя камерами, у нас еще старая версия, которая держит только левый край. Он стоит камера на левом зеркале и он выравнивает левый сошник. Я заведомо не сравниваю их по эффективности, но, если что-то с чем-то сравнивать, у вас должны быть идеально правильные полигоны, у вас должна быть и такая урожайность, масса вопросов, сравнить это крайне сложно. Работает? Как-то работает. Сказать, зуб дать, что это, и какие-то результаты, не готов. Прям не готов, и все. Не тот я человек. А можно сейчас на паузу нажать? Вот прям на левом видео, вот если можно. Да, да, ну, да, поймайте его. Вот, все, вот здесь, спасибо. Вот на длину или 850-м остановлюсь чуть подробнее. Честно, меня порадовало вот туда. Крайне интересная штука. Что мне понравилось? Вы ставите автопилоты на комбайн. Что происходит дальше? Первый комбайн выходит, отбивает делянку и сам, поднимая автоматически локальный Wi-Fi в поле, никаких GSM-ов нам не надо, он поднимает и всем остальным, типа, ребята, все сюда. Внутри кабины сидит пилот, который принимает, не принимает. Они общаются. Это осмысленный рой техники, который управляется мастером. Ну, первым. Кто из них, первым может быть любой. Дальше он разбивает поле, назначает треки и он сам говорит, ребята, для оптимальности ты работаешь здесь, ты работаешь здесь, ты работаешь здесь. При этом, если даже человек говорит, нет, я вот, вот я не пойду на 11, я пойду сразу на 12, ну, захотелось ему так, он это понимает, он это отслеживает и дальше он уже на 12 никого не пустит. То есть, он постоянно общается со всеми, все это считывается. Крайне интересная вещь. И вот тут, кстати, видно, вот он как раз-таки на 10, он показывает, что это последний прокон, что жадкое идет не на полную, и вот он показывает, что жадкое идет на 2-3. То есть, он отслеживает даже вот такие вещи. Ну, честно, мне по тому, что делать не понравилось. И вот, как мы успели поговорить с ребятами из Топкона, здесь также две оставшиеся вещи, здесь есть средняя урожайность, мемоверная урожайность и то же самое с влажностью. вот это уже такой, в целом, весь этот проект, вот все, что я вам рассказывал, мы готовимся к тому, чтобы в следующем году заложить большой проект по точному земледелию. По большому счету, мы просто проверили все то оборудование, которое в следующем году должно нам дать результаты точного земледелия. Поэтому мы в том числе прогнали картирование урожайности. То есть, у нас на этом поле получается средняя влажность 10%, ну и 50-20 гектара. Вот ростовский пластер, в принципе, нормальный для ростового урожайности. Вот, мы это все проверили, мы загружали с одного комбайна в один грузовик, тащили его на весы, сравнивали, там смотрели, в целом все нормально, там отторировали все, что можно отторировать, в общем, заморочились. Вот, идем дальше. Вот это у нас задание со звездочкой. Транспортировка. Плотно пообщались с ребятами из КамАЗа, с главным инженером поинновациям, там есть Назаренков, Олег, по-моему, сельхозник, он существует, он есть полностью автоматический трактор, э, КамАЗ, который может ездить сам, у него есть лидар, у него есть радар, у него есть GPS, у него там есть камера, все классно, но попасть в список, кто бы его хотел пощупать, там почти нереально, но вот сейчас у нас последняя договоренность, что они пригонят в районе седьмого сентября, и мы хоть куда-нибудь, хоть на свеклу мы его поставим, но мы на нем прокатимся, ну, хочется поиграться, в целом, мы были уверены, что он к нам приедет, поэтому, когда приехали их ребята, мы прогнали те маршруты, которые, там, перед маршрутом создается некая карта, мы все это создали, вся информация есть, это несложно, создать ее, и дальше, ну, вот этот аппарат, ну, на роликах он есть, он ездит, он готов ездить, как угодно, самый главный наш плюс, я просто выступал на разных формах, связанных с автопилотированием, именно, вот техники, выступает Яндекс, рассказывает о том, что комплект оборудования, там, стоит миллионов шесть, семь, как это сложно, там, отследить дорожную разметку, светофор, знаки, и тому подобное, потом выступали ребята, которые, автопилотируют, БелАЗ, вы представляете, да, что БелАЗ, этот тур, там, с подъемностью 300 тысяч, 300 тонн, и тому подобное, вот у них на выступлении, у них главная фишка в том, что БелАЗ подается, каждый раз в новая точка, в точку, чтобы было удобно высыпать, там, да, что необразило, тормозной кик БелАЗа в идеальных условиях, 180 метров, то есть вы приняли решение остановиться, и еще 200 метров, вы просто катитесь, вы ничего с этим не сделали, то есть там, автопилотирование, это прям способ выжить, там, ну, иначе можно просто назвать на косячи, но это карьеры, я что, ребята, вы представляете, вот мы, я выступал после Нигерева, вот, можно начинать там завидовать, у нас автопилот начинается, там, какой-нибудь, не знаю, там, электрический, ну, не знаю, на наш, или кто-нибудь, рублей 400 от 500, и у нас нет ПДД, завидуйте нам, нам не нужно ничего, мы в полях можем менять как угодно, тут, конечно, такая, ах, то есть, управлять техникой несложно, сложно собрать вот эту всю оставшуюся информацию, там, выскочивший человек, светофор, разметка, появление другого, там, другой машины, вот это сложно, онлайн отследить и сделать решение, а управлять техникой по полю, ну, что тут, ничего припичного, вот, будем надеяться, что они на нас доедут, и мы попробуем, у них есть еще одна интересная разработка, если интересно, посмотрите в интернете, называется КАМАЗ-чернок, 32, ну, что ли, это аппарат без кабины и на электрическом двигателе, вот, просто, из разряда чушком больше, ну, у него есть какой-то запас хода, ну, наоборот, просто классно, это, как бы, КАМАЗ, бункер, и он сам бегает, сейчас они у них ездят между полями, и они их сейчас начинают продавать, ну, для решения каких-то таких, знаете, внутри заводских каких-то вот вещей, то есть, когда он бегает по определенному маршруту, да, там, и человек вообще не нужен, то есть, все это уже реальность, и это наш КАМАЗ, это там, не Вольво, не Мерседес, это там, не БМВ, это КАМАЗ, при набережных челнах, у них есть полигон для всего этого, можно съесть и посмотреть. Ну, и последний пунктик, это учет. Этот слайд вы видели два года назад, но он, был учился. Это не был два года назад, помню, нет, это вот, автоматизация на уборке. Собственно, что мы сделали, давайте тогда расскажу заново, все просто, то есть, вы все прекрасно понимаете, что когда у вас идет уборка, всегда не хватает КАМАЗа. Ну, всегда не хватает, всем их не хватает. Ну, если, конечно, у вас не в хозяйстве, где свои КАМАЗы. Нам их всегда не хватает. Мы нанимаем порядка 700-800 КАМАЗов. Нам их всегда где-то не хватает, но, сколько бы вы не увеличивали количество КАМАЗов, вам их всегда будет не хватать, если у вас перед собой будут стоять очереди. И процесс взвешивания будет идти долго. Зависимо, что мы сделали? Форма КС-5-5-6, наверняка все ее узнали. Без нее все равно никуда. Бухгалтерия ее требует. Это первичная отчетность по производству пушеницы. Все, что мы сделали, мы добавили на них шлиппу. Просто сгенерировали на лишний экспорт. И сделали это, вели книжечки. Сделали эту книжечку, отдали комбайнеру. В каждом комбайне, на шердноемном, неважно, в нем лежит эта книжечка, привязанная к этому комбайну, привязанная к этому комбайнеру. Это вот такая вот книжечка. Каждому водителю грузовика мы сделали, которые заломинировали две карточки. Красная и зеленая, есть кунис. Ну, прям специально красная и зеленая. Ребята, иногда прям. Только на красная и зеленая реагируют. Вот специально сделали эту книжечку. И дальше получается процесс. Комбайн умирает поле. Подъезжает КамАЗ. Он выгружает в него бункер, берет книжечку, разрывает. СПК-6. Талон комбайнера отдает ему. А на своем, ну вот, единственный узкий момент, он пишет номер машины, потом выгрузил. Просто для ключевой информации, это дальше не играет в роли. Механизатор получил три талона от комбайнеров, ну там, три бункера на КамАЗ. Он это взял, у него есть его карточки, он выезжает с поля и от сотрудника безопасности получает еще один шлейф-код, в котором зашифрован только поле. Вот что просто... Не механизатор, а водитель. Водитель, водитель, если взять. Водитель выезжает, и от сотрудника СБ, который стоит на поле, он получает номер поля. И со всем этим бакатством он едет на ток. Все, что происходит на токе, он становится на весе, отдает эти бумажки, висовщица берет, пропитивает в разном порядке. Каждый из этих штрих-кодов, он имеет разную длину. То есть здесь это там 18 знаков, здесь это 16 знаков, здесь это 20 знаков. Мы вот сколько можно было, как это, защиту сделать от человеческих ручек, мы столько сделали. То есть никакой привязки нету, можно в разном порядке все это сделать. Система понимает, что это номер поля, а это комбайнер, а это автомобилист, водитель. И все это правильно заполняет документы. Соответственно, 5 пиков, 3 здесь, 1 здесь, 5 здесь. Через сканер штрих-кода прям специально пошли в магнит, посмотрели, какая модель стоит в магните, потому что, ну, себя мяя, у них 5000 магазинов, ну, как бы, воспользовались и крупно, там, взяли эту модельку. Цена вопроса. Вот весь этот проект мне стоил 800 тысяч рублей, из которых все 800 тысяч рублей, это 100 сканеров по 8 тысяч рублей. Мы такие, все, остальных больше страт нет, и все остальное ручьем органисты сделали. Соответственно, за наш рекорд, ну, мы написали, было 20 минут, сейчас до 5, мой рекорд от того момента, когда машина заехала на весы и съехала с весов, и все вопросы были выполнены, 43-45 секунд. Соответственно, вот это ваша очередь, которая перед весовой, она может идти вот с этой скоростью. А теперь начинаем, как бы, мы решили этот вопрос, а теперь начинаем, как бы, дополнять, ну, к вопросу о том, что это должно быть. У нас есть схема, мы так расположены, когда утром пшеница в поле, а вечером она уже на борже, в КСК в Новороссийске. Соответственно, у нас есть, как бы, случай, когда машина заходит в поле, берет зерно, заходит в ток, взвешивается, и не разгружаясь, сразу в Новороссийске. Вот, мгновенно. Поле только леваток. Вот. Соответственно, вот тут начинается самое интересное, вам нужно выписать тетеренку. А выписать тетеренку, я думаю, все присутствующие знают, когда у вас грузоотправитель, грузополучатель, владелец, транспорт, а транспорт еще по договору подряда нанят, это прям ни разу не тривиальная задача. И первый же пост по полиции вас, как бы, остановит. Нас вот в девятнадцатом году восстановили, мы первый день сорвали бы с нашей системой, мы неправильно это делали, вот первый день исправляли, сейчас это все работает как часы, соответственно, после взвешивания на въезд в два клика делается полный комплект документов на выезд. И на одинненько этого года мы купили два инфротека ТМ, вот в этом году появилась новая модель, до этого была, по-моему, 1421, по-моему, да, а сейчас инфротека ТМ. Все уже самое, это та же самая железа, только у нее теперь мозги нормальные, у нее внутри стоит полноценный Windows, и ее можно подключить к чему угодно. Она генерирует файлик, и вот у меня как бы весовщик, он отсканировал все штрихи, когда он заполнил документы, нажал на кнопочку, получил вес салитонных весов, за это время он работает 59 секунд. У него ее два процента, но 1421 работал так же, он тоже порядка, он меньше минуты на 59 секунд, у них, наверное, а в облегченном варианте за 59 секунд он дает 4 характеристики, протеину, клейковину, влажность, и всегда забываю четвертую, я не помню, а если какой-то облегченный вариант, 2 или 3 позиции, протеин и влажность, он дает за 20 секунд. То есть пока бухгалтер, висящик, сканирует все это делает, проботворщик уже засыпал, для этого момента она уже готова, она нажимает кнопку, что мы фиксируем вес, качество. Вот на трех таках мы работали в этом году, мы работали с качеством по каждой машине, соответственно, тут же стоял человек там либо за вскладом, либо лаборантом в зависимости, и бурты мы раскладывали сразу по протеину, ну как бы, чтобы уже потом, ну все обычно либо по полю делают, либо еще как-то, но в этом году мы смогли распортироваться по протеину и потом уже вывозили 13-14, ну чуть больше порядка, скажем так. Вот. Ну и, т.д. я рассказал. А теперь вспоминаем с вами, что 30-го декабря прошлого года нам подписали с вами приказ о просвеживании зерна, никто еще не знает подробностей, как он будет, да, там, реализован. Ну понятно, что это будет какой-то очередной нагурий там или еще что-то, но я к чему, что как бы, что бы ни придумало государство в части инфы, у меня вся эта информация есть, потому что детальней меня разобрать нельзя. То есть у меня есть машина, у меня есть перевозчик, у меня есть поле, у меня есть комбайн, ну просто больше информации не бывает в этом вопросе. Соответственно, как только нам скажут, в каком шаблоне, как часто это отдавать, ну нам просто надо будет модуль вывозки написать и все. Ну и пример, это тоже относится к учету, это просто пример, там вот такой красивый, вот, не знаю, достижение этого года, опять же, я сейчас два года назад говорил, помимо того, что вы что-то делаете, автоматизируете, запускаете, нужно, чтобы этим пользовались. И вот у меня в этом году случилось классное, мы в феврале объехали всех агрономов, с каждым провели большую-большую работу, потому что история поля была, но ее как бы применяли не все, хотели, не хотели, кто-то пользовался, кто-то не пользовался. В этом году мы, ну, сначала заставили, а потом еще и мотивировали, я там использовал и финансовые вещи, там пару премий за это считал. Короче, в этом году у меня все агрономы пользовались историей поля, они, ну, с ней работали именно в части своей информации, самое главное, каждый осмотр полей у меня зафиксирован, то есть вот каждый белый кружочек с цифркой, это количество осмотров на этом поле, минимум один, максимум пять, вот расширено это вот есть поле, на нем было произведено пять осмотров в разные времена, вот то, что кружочки сдвинуты, это то место, где агроном стоял, когда создавал этот отчет и фотографировал, это можно все поднять, и вот теперь у меня по этому полю четко видно, вот посеяли горох, вот пришел, агроном проверил корневую систему, вот так она выглядела там в серифине, вот так она выглядела, когда уже поднялась вся масса, и вот, я не знаю откуда, но это реально последний снимок, девятого июля, там он еще туда и комбайн, видимо я его сильно долго задолбал, но он еще и комбайн туда воткнул, знак, только не трогай меня больше, то есть, и вот так, теперь все это сохранено, в любой момент можно визуально поднять, посмотреть, какое у вас было поле, какая была там зеленая масса, это все теперь навека сохранилось, это первый год, когда у нас есть статистика по всем полям, это вот просто один из вариантов, для чего нужны агронометические системы, но она нужна для реализации вот всего, о чем я сейчас говорил, соответственно, чтобы у вас работал автопилот, у вас должна быть оцифрованная карта, она хранится здесь, вот каждый черный прямоводочек, это GPS, привязанная к формам поля, которая постоянно анализируется, ну тут еще можно сказать, что еще часть учета у меня анализирована, тоже автоматизирована, я об этом рассказывал в прошлый раз, то есть, как только у меня заходит трактор в поле, мы начинаем, вот всю эту систему полностью вырезали, трактор заходит в поле, начинается сбор того трека, который находится внутри, помимо того, что мы контролируем скоростные вещи, там топливо, все это понятно, но у меня уже два сезона полностью запрещено делать вручную лист машиниста-тратариста, этот документ делается полностью автоматически, в этом году мы воткнули во все трактора с четвертой лет, то есть, у меня механизатор садясь в трактор четвертится, соответственно, мне прилетает с точностью до минуты, мы вот боролись, вот для чего мы их поставили, у нас есть трактора, которые работают две смены, и вот точно минута, и точно расход топлива, кто-то что наездил, были терки на этом, и мы все это сделали, и в конце дня у меня собирается информация о том, сколько он наработал, в разрезе каких полей, на какой технике, с какой прицепухой, если сделано парфитметки, и все это влетает в один из, но единственное, что мои девочки, вот мои айтишно-мониторинговые девочки, не бухгалтера, не экономисты, не агрономы, мы специально добрали в сторону для исключения любых инцинуаций, они ставят вид работы, ну, как определить, там, вискатором вы работаете на 5 сантиметров или на 12 сантиметров, да, там, вот это единственный момент, который нельзя оцикровать, мы не знаем, мы не знаем тип операции, нам, сейчас мы это решаем тем, что утром делается план, учетчик утром делает план, и оно из плана перекочевывает, но есть еще нюансы, поэтому сейчас вот за видом операций следит глаз человека, но не привязанный к бизнес-процессу, просто стороной наблюдатель, мой, в котором я уверен, там, у меня 4 человечка, и они все это контролируют, вот, и в итоге влетает все это в учет автоматически, тем самым мы уверены и в выплачиваемых заотплатах, и в том, что работа проведена и не проведена, и в этом году мы еще поймали прецедент, когда у нас утром по полю его обработали, а после обеда пришли другие ребята и перепутали поля, и зашли, ну вот мы их поймали на первом прогоне, то есть они первый прогон прошли, и на втором прогоне мы их поймали уже, то есть мы их вывели с поля, вот такие вещи тоже случаются, не знаю, как такое могло произойти, если вот по факту, как утром раздавали задачу, что два опрыскивателя в течение дня пришли на одно поле, но тем не менее, бывает все, что угодно, опять же, посевная, уборочная, назначена такие активные. Ну, в целом у меня все, ну, ради интереса могу еще показать, в этом году мы использовали не вектора, мы прям хорошо потестили, не вектора под корневой подкормки, да, исправили их назвал. Ну, давайте так, наше среднее, наше среднее тест, наше среднее, среднее на влиянии, которое мы увидели, порядка 10%, плюс урожайность. И это, ну, когда много-много дождя. По сравнению с ухими, или все? По сравнению с классической обработкой, то есть у нас была делянка, которая подкорневая, и обычная дискрытия. Вот тут мы сразу, вот так срабатывали. Соответственно, я думаю, что если бы мы его использовали в девятнадцатом году, когда была засуха, да, там, ну, с применением, да, еще, ну, просто палить под корень, это, ну, уже дало бы сумасшедший результат, ну, когда-то все сухое стояло. Вот. Но вот порядка, порядка десяти процентов, опять же, мы их купили всего десять штук, в прошлом году их купить просто было нереально, там, заводы стоят, расстояли расписанные на полгода, на год вперед, то есть на них сумасшедший спрос. Мы выхватили десять аппаратов, трех разных моделей, сейчас не скажу точно, по большому счету, какая модель, мы о своей разнице не нашли. Вот Ставропольское поле, вот наши замеры, четыре центера, при средней урожайности трехдесят девять, я не помню, что там было, там, вот конкретно вот это, или это пшеница была, я не помню. Прибавка, что это просто? Плюс четыре центера с гектара прибавки, то есть на кого-то примерно десять процентов. А вы, на одном и том же поле меряли, там поделили, да? А? Там же швейерфор был. Там прям, там прям делянки, мы экспериментировали с нормой, мы экспериментировали все, то есть нам это были прям, много, да? То есть нам это потом экспериментировали, вот в средней взвешенной, примерно четыре центера этого, то, что мы увидели, не готов дать за это зуб, это был первый год, мы экспериментировали, вы прекрасно понимаете, что на это наложено, там, миллион условий, там, которые дополнительные, ну, то есть года в год дальше уже будем смотреть. А вы учитывали тот фактор, что КАС, в принципе, сам по себе дешевле стоит, чем сухие зубы? КАС дешевле стоит? А у нас, а у нас, в принципе, основное, мы... Работаем, но в целом мы идем в сторону жидких удобрений, то есть мы это сравнивали с опрыскивателем, мы с опрыскивателем, не с минералкой, не с гранулами, мы это сравнивали, один и тот же раствор, просто подавали его с опрыскивателем, и с этого, то есть тут мы максимально все выровняли, как только можно. Вот. Ну, не знаю, если кому-то интересно, мы еще купили Amazon Mascot, прикольный аппарат, едет, едет. Ну, это вот такой, знаете, яркий пример искусственного интеллекта, ну, почти искусственного. На нем стоят датчики хлорофилла, и он видно, он работает, ну, это химический пак, короче, обработки химического пара, когда вы не 200 литров на гектар все заливаете, да, там, а он работает только по сорнячку, и мы тут, конечно же, сразу получили, а то гран, но фигня ваша, балалайка, вот тут вот вы не обработали, и послезавтра здесь вылезет сорняк, нет, значит, на нем можно поставить каждую форсунку в проценте, то есть мы поставили так, что там, где нет сорняка, там работает в 30%, а там, где сорняк есть, работает точечно в 70%, то есть мы снизили и ту, и другую зону, но просто там, где он точно есть, тогда прям его шарашило хорошо. Мы им поработали, не хочу называть цифры, первая цифра нас вообще шарашила, мы там сходом уже больше половины, обычно, в расходах, но это прям экспериментировать, 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 но аппарат прикольный, таких больше и больше есть. наверное, у меня, на этом мы с СД-банком работали, ну, и вот такая, обзорный слайдик про историю поля, что он еще умеет, ну, даже не делая не по истории поля, а в агроаналтических системах, то, что с них любая цифровизация начинается с них, пока вы не поставите себе, не оцифруете поля, не занесете в них все, ну, вы дальше не пойдете, если вы собираетесь, то есть это предтеча. Все. Спасибо. Сейчас минуту, Сергей, второй час, вопросы поедут, пожалуйста. Вы показывали, да, вы показывали ваш символбород, символборный, да, символборочный, символборочный, это он действительный, или это, так сказать, чисто для лекции? Не, я говорю, мы его в прошлом году, в позапрошлом году, это было тестовое, в прошлом году мы сделали его, сделали ручную, агрономами, дальше нашли то, в чем они разошлись, из него выкинули две третих, третья ставим, с третью агрономы согласились, и изменили реальный план. Ну, у меня что, вопросы, там 30% в пар, это действительно вы задержите 30% в пар? В некоторых хозяйствах, да, может быть, в этом году, да. Там, вот, смотрите, вот конкретно, я понял, конкретно фотография, которая была в презентации, возможно, это старая презентация, когда я это еще, мы экспериментировали, и мы просто как демонстражку взяли. Я вам показывал оборот одного конкретного хозяйства, и это точно был Ростов, а подсолнечек я вам показывал это белая красота. То есть, в конкретном Ростове, то есть, вот такая картинка у меня по каждому дозуку. Мы везде, по вашим хозяйствам, везде вы примерно придерживаете этой структурой, с 30%? Нет, нет, смотрите, вот тут, тут у нас, например, какой-то кластер хозяйства уже полностью перешел на руки, какой-то на классики, кто-то перешел на пар, кто-то в Краснодаре из-за того, что у нас там еще фермы, он вместо пара делает наглядные травы, еще что-то. То есть, тут у нас к каждому хозяйству свое, и главная фишка вот этой системы, вы можете для каждого хозяйства конкретного, вы можете задать свои параметры. Вот тот параметр, который у нас для всех, это то, что 52% от всей площади каждый год у нас пшеница. мы зерна, растение-водческая компания, вот 52% пшеницы у нас железная. Все остальное, это вещи, которые, вот у нас сейчас модель полностью готова, мы ждем от экономистов и от акрономов в уровне этого кода. Вот тот, как вы знаете, на примерном проекте, вот, это 17% стоят. Я, да, это, вот, просто красиво, чтобы тут отлично, то есть, то есть, чтобы вы могли рассмотреть, что вот такие вещи, там есть пар, там есть культура, там есть травы, там есть корма, там есть все. Соответственно, дальше вы уже просто задаете, нужно, можно вручную задать верхний параметр, можно, что система скажет, можно и так, и так. Это все регулируется. Пожалуйста. Сергей, из вашего доклада понятно, что вы все новые технологии параллельно запускаете, да, тестируете, но мало вы сказали про дефнесение, но в конце вы сказали про дефнесение. А я же сказал, смотрите, вот это все. Вот в целом, как вы видите, вы же планируете, вот я тоже... Вот прям смотрите, мы сейчас вот там стояли в передорчике, и я вот сказал на тему дефнесения, на тему точного земледелия, я уверен, сейчас в зале нет однозначного мнения, точное земледелие, оно нужно или не нужно, и вообще что оно дает? Оно дает урожайность? Оно дает экономию? Или оно ничего не дает? Я уверен, у каждого из вас есть разные мнения. Вот мы, чтобы не мудрство и тугаво, да, мы сейчас, вот все, что я вам показал, это подготовка к пилоту в следующем сезоне, мы закладываем опыт, я думаю, тысяч на 10, на 15 земли, которые мы полностью проведем на точном земледелии, и ответим сами себе, на вопрос, надо, не надо, экономия, выручка, что? Вот пока что мы на этот вопрос не готовы, мы собрали сейчас полный комплект умного оборудования, у меня есть стульная селка, у меня есть стульный разбрасыватель, у меня есть опрыскиватель с GPS, у меня есть теперь два комбайна с картированием, которые мне в итоге покажут тепловую карту, да, то есть я собрал этот комплект, даже этот комплект, это все-таки и деньги, и объем, да, мы проверили каждое из этих инструментов объектно, и в следующем году вот к этому презентации добавится еще один слайд, а еще это точно земледелие, результаты вот такие. Это уже на большой площади? 10-15 тысяч пока планируем, ну вот у нас 30 августа будет внутреннее совещание, мы собираемся с оборудовами, по поводу этого года, ставим следующие, главный вопрос, идем-не идем, я хочу от них этого услышать, я хочу, чтобы они меня тут задачи поставили, и если идем, то где, как, в каком объеме это вот все будет через неделю шло. И еще один вопрос, вот там вы показывали историю поля, историю поля, история поля, это название системы? Ну, с эргономической точки зрения, то, что вы там показываете, это далеко не история, история поля, это совершенно... Там, я просто не показал, я вам показал один красивый, один, когда туда пригодил, а раз он загадил. Нет, там хранится, там хранится благо, там хранится, NDI-снимки со спутника, там хранятся осмотры, там хранятся внесения химии, там рассчитывается естественное вымывание, там рассчитывается... Ну, вот, простите меня, не агроном, а совсем не разу, я вот этичный дезинферизатор, все это есть, но просто это, ну, это не так наглядно, не так красиво, включая, что туда можно загрузить этот модель на следующий год, а здесь сделали, как они сказали. И вот мы специально оставили этот чистый эффект, где агрономы сказали, да, вот здесь мы это смотрели, и здесь действительно можно сделать вот так, принимается, да, и финальный наш сервовый порог мы сделаем там на 80% ими вручную, ну, там, 70% у нас совпало, а вот те, которые они согласились, они вот это взяли к своим, мы вот так действовали. просто интересно было вот именно это потому что, ну почему, что, почему это интересно? там, ну, реально, там было сотни полей, и каждый раз мы с этой площадкой, где мы чего-то не ушли, вплоть до того, что, не знаю, ну, вплоть до того, что, а вот здесь, а вот здесь мы напихали кориандра, а все знают, что после кориандра склады там вообще дымятся и воняют, и с ними вообще ничего два года делать нельзя, поэтому в этом хозяйстве принципиально кориандр убираем, да, и мы просто ставим в входящие условия кориандр в ноль, вот потому что здесь не хватает крытых ангаров, а на некрытом там хранилизатор, какие-то такие вещи очень сугубо точечные для каждого хозяйства, то есть там направленного радиуса действия на бортовую часть КамАЗа, она подъедет к комбайну, сработает свой-чужой, и эта информация отправится в центр, но я вам гарантирую, как человек, который 15 лет проработал в телеком-компании, что в 52 градуса GSM может отказать базовой станции выключиться, и все, и вы получаете отказ, а у вас уборка идет, поэтому вот бумажка со штрихводом, вот прям это вот, и то умудряются на косячки, и то умудряются либо потерять, либо не найти, все равно есть косяки. Талон комбайнера советских времен все-таки побежал. А понимаете, а талон комбайнера советских времен никто не отменял, и дальше все равно вижу, я приходил в угол, ты говоришь, где есть 5-6-6 внука? Она все равно есть, но если она все равно есть, тогда, ну зачем тогда делать второй проект, то есть у меня должна подряд сидеть ребята, которые поддерживают систему со штриходами, потому что ну один черт, талоны нужны, и нужно еще городить поддержку техническую, ну слушайте, ну это все-таки поплошно что-то. У нас в уборку это полторит, две тысячи министехники. На каждой поставить антидметочки, на каждой поставить подсчитыватель, поставить локератор на шнепку, слушайте, это прям хорошая сумма, там, сотни миллионов, и это все еще надо поддержать. Мы очень сильно неуверенные, мы эксменировали макеровка шнепка. Мы прекрасно это все попробовали, слишком много не стабильности, слишком много. Спасибо. А еще? Есть еще полный последний. Радушный у нас. Вся вопрос. а какой же процент в структуре себестоимости ваш? Ой, не скажу, прям не скажу. Вот я сейчас просто за три года назвал вам, но в целом смотрите, ну давайте попробуем так, А другой стороны в процессе, в структуре себестоимости вы имеете в виду инновации, да? Трудно сказать, потому что, ну, господин, штик-канал, весь проект это восемьсот тысяч рублей. По восемь тысяч на ток. Ну, наверное, тебе немного, по восемь тысяч рублей на ток. У меня их 50 дела. Брали по два, ну, один ставит, второй был. Да, там, проект с подкармливателями, ну, это же по-секе дело еще не набрызгивает. Я же взял, не должен поиграться, да? То есть, если мы взяли, если мы взяли, эти, квадрокоптеры, то в этом году мы посчитали, нам, честно, пришли, но мы сказали, либо мы сейчас обрабатываем, либо мы теряем порядка 28 миллионов. То есть, мы уже ценим, гибель и снижение качества на 3000 гектар, примерно, стоимость 38 миллионов. Я прям уже уверен, что коптеры отбились. У нас сейчас цель, мы сейчас будем выходить, что-то 15 коптеров, которые будут обрызгать. Сейчас определяется, какие набрать людей. И мы понимаем, что это вот, как я уже сказал, стало единственным фактором. Вот, реально, я первый раз слышал от людей со словами, что вот даже когда мы были молодыми, а деревья зелеными, мы вот так хрень не видели. То есть, три метра, у меня не один огранод сказал, что на его молодости, там, ни в 60-х, ни в 70-х, никогда такого нет. То есть, это вот фишка этого года, объем воды, который вылился. Он, конечно, акадитил, кидал там леса. Поэтому, а теперь это есть, теперь это нужно. Ну и поэтому, мы много нашли, для чего его можно использовать вот в вспомогательных работах. колоссальный объем. То есть, там фирма, обаяки, 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 обаяки. То есть, масса вещей, когда приступить, надо принимать. Ну, либо футбол. Друзья, ну вот, вопросы задают в основном руководитель небольших хозяйств. У нас присутствуют несколько холдингов, и вот их критика, наверное, больше всего интересует, наибольшей мере, поскольку ближе, наверное, к холдингу с их объемами. Ну, я сейчас хочу, Александр Валентинович поднял руку, известный аграрный ученый Лабынцев. Пожалуйста, пожалуйста. Александр Валентинович, скажите, чем вы занимаетесь? Точным землики или цифровым? Смотрите, если совсем-совсем уходить в формулировки, то конкретно сейчас мы оцифровали в наших хозяйствах. Понятие оцифровки это создание цифровой модели. То есть, да, у меня созданы все цифровые поля, у меня вся техника с датчиками, и все это в какой-нибудь в любой момент контролируется. Цифровизация это один слой. У меня есть такая слайд с пирамидой. Цифровизация это один слой. Дальше. У нас есть проекты, связанные с автоматизацией. Например, это чистой воды автоматизация. Это следующий слой нашей пирамиды. У нас есть такие, как вот системы нейросети и тому подобное. Это то, что вот аналог искусственного интеллекта. У нас есть слой искусственного интеллекта. Что у нас еще есть? У нас есть все. Это большой пирог, и я это все не знаю вообще. У меня в подчинении есть подразделение людей, вот именно неохра. У меня есть два моих агронома, которые ведут опыты. полноценные ребята, даже бывший директор агрохозяйства Агросагра, по-моему, а второй просто молодое дарование. Они вдвоем сидят за обувь. У меня есть подразделение мониторинга, которое обеспечивает контроль простей, контроль долглива, работа со службой, поддержка безопасности, поддержка агрономов, взаимодействия, распор спутниковых снимков. вот такие ребята есть. Есть классические айтишники, аниэсники и кто делает нейросети, но их там 1, 2, это не миллионы рублей. Но цифровализация у вас займут по процессам сколько было? Половый цифровался процесс. Процесс завершен. То есть вы сейчас хотите смотреть? А, я понял, я понял вопрос. Мы оцифровали все поля, мы оцифровали всю а дальше тогда вопрос какой процесс? Да, я знаю, что вот сейчас трактор идет по полю, соответственно, я по тому, что ему в плане знаю, который он выполняет. Дальше уже, знаете, да, мы хотим сейчас поставить везде датчики заглубления. И у меня появится в истории, что кто-то ходил, а заглубление орудия было на какую-то глубину. Как только я найду датчики, мы в основном работаем по наутилу, сейчас ребята обсуждали, что для оборудования датчиков заглубления, они работают не точно, нам не есть свои проблемы. Если вдруг я сейчас, вот я ищу себе датчик, я сейчас делаю заказы в лабораторию, чтобы мне его изобрели, я хочу, например, контролировать, что выливается из рабочих вот я хочу отличать воду от чего-нибудь там, я не знаю, что мерить. Вот я хочу мне этот датчик датчик, мне его обещают черты сколько уже. У меня есть разговоры с американцами, реал-сид, реал-сид и ровно этим же занимается второй отрасль с ниверзом, изобретают там, я в том числе им как бы ставлю задачку и вот мы и нашли аппарат, короче, такой полуметровый диск, ну вот релс, мало, не могу вспомнить. Короче, что делает аппарат, специальный анализ гулии, то есть он идет за трактором, заглубляется на 5 сантиметров, в него происходит скептральная анализ и потому что написано на американском сайте там оценка семи критериев, семи критериев как бы идет онлайн, да, и с обрисованием тепловая техническая карта. Вот если я получу такое устройство, я его тоже включу в свою цифровую модель, то есть вот цифровая цифровая модель есть, а теперь вопрос как сильно вы ее обогатите, но я сразу дергаю стоп кран и говорю я делаю только то, что мне нужно. Ко мне каждую неделю приходит как минимум один интегратор со словами ща я тебя спасу, ща я тебе продам датчик влажности. Я говорю хорошо, я уже готов к этому. Датчик влажности, вот ты датчик влажности, классно, начинаются эти модные слова облачные технологии, айдет и прочее, прочее, прочее. Я говорю хорошо, давай, что ты хочешь, 18 тысяч рублей. Я говорю на одной зависим, считай. у меня 3800 полей. Первый. Их надо купить. То есть 4000 умножаем на 20000 получаем первую сумму. Дальше. Вам нужно их втыкнуть 3800 раз. Ага. Нужна бригада людей, которые это сделают. К тому моменту, когда мы подкрем последний датчик, нужно впервые уже идти по третьей менять. Окей, затратную часть собрали вкруг внутри. Ну, я даже не замечаю, что если ты ее глубоко ваткнул, то он не работает, нужно ехать, проверять, то есть нужна инженерная служба. А если ты его не глубоко ваткнул, у тебя его сперли. Да? Его нужно заведить. Собрали затратную часть. Теперь думаем, окей, а йод как-то это все будет передаваться либо через базовую странцию на тракторе, либо через спутник. Черт с ним с GSM. Допустим, мы ее собрали. А теперь главный вопрос. Ну, зачем влажность в растении водости на шумнице? Не-не, я же всегда жду, люди почти поговорить, я же могу закрыть и выгнать. Я их выслушал. И дальше я задаю вопрос. Ребята, а на какой бизнес-процесс от влажности вы измените? Вам влажность нужна? Оценить спелость влажность в момент пассивной. Ну, все. Да, в 19-м году мы знали, уже по всем засыхает. А так мы знали, ну, каждый день мы теряем один процент. Заживись, я даю без тушки денег. Поэтому мы не кидаемся во все подряд. Разумеется, за друзья садятся мои аналитики, мы-то прикидываем вообще зачем все это? Вот что мы за друг получим? На какой процесс это подаяет. И только то, в чем мы понимаем, либо то, что можно еще попробовать, только в эти истории мы идем. То есть взять и сделать сразу все, потратить в другую денег. А вот цирклализация монитория сорняков на поле и вредителей и полезных выиграли? Ну, давайте через восемь. Ну, я сам подсолнечки посчитал. Ну, то, что вы говорите, это просто развитие этого проекта. Ну, подсолнечек посчитать, это нужно зелененько найти. А сорняки это нужно обучить модельку. Датасет мы собрали, на 5 метрах я полетал, и сейчас сидят ребята, размечают фотографии, все это накидывают, собирают. Ну, возможно, через годик я вам что-то расскажу, получится или не получится. Просто это уже искусственный интеллект, там какие-то изменения. Сергей Евгеньевич, спасибо вам большое. Пробел в образе информационной технологии, серио активизм огромного. Все-таки есть еще вреды? Нет, ваша задача просто знать, что такое все есть, требуйте с рынка, даже не от своих, а с рынка. Я же главное, что я говорил, показать, что на рынке полно решений и по-разному цене, всего много, поэтому просто когда есть акроном, который чего-то хочет, когда есть заказчик, поверьте, айтишник может многое, но у него нужно сказать, от тебя нужно что-то. Когда человек не совсем придумывает задачу, это страшно. Придумать такую штуку, что потом не отмахаешься. Сергей Петрович, спасибо большое.